Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И совсем недавно мы выложили на канал ролик, в котором я обсуждал эффективность вот такого ветряка с конфузором перед ним и диффузором за ним. И пытался доказать, что эффективности от этих сужающейся и расширяющейся части конструкции будет совсем немного, а можно сказать, что не будет и вовсе. И очень многие люди в комментариях под этим роликом написали, а как же, а ведь если ветер дует на многоэтажное здание, в котором есть арка или подворотня, и в этой арке ведь ветер будет гораздо сильнее, чем тот, который был вдали перед этим зданием. И вот в этом ролике я собираюсь показать, что это не так и эти утверждения ложные. И начну я, как водится, с теории. А теория здесь простая, я ее уже обсуждал несколько раз, но не вредно все повторить. Пусть имеется стенка, и на эту стенку издалека налетает поток со скоростью v. Тогда он эту стенку начинает обтекать, а здесь перед стеной возникает область повышенного давления. И там, где поток остановился совсем посредине стены, давление избыточное по сравнению, по отношению к атмосферному, я его обозначил буквой p, определяется через закон Бернулли. Имелся скоростной напор, ровый квадрат пополам, здесь вдали, и здесь на стенке этому скоростному опору будет равно давление p. А дальше мы делаем в этой стенке небольшое отверстие, это модель нашей арки. И за стеной у нас давление атмосферное, а перед стеной у нас есть избыточное по отношению к атмосферному, давление p. И вот этот избыток p начинает воздух туда в отверстие выталкивать. С какой скоростью он туда вылетает? Но опять-таки надо все посчитать по закону Бернулли. Здесь воздух был практически неподвижен, зато имелось избыточное давление p, а здесь давление равно атмосферному, зато имеется снова скоростной напор. Ро v со звездочкой в квадрате пополам. Я эту скорость v со звездочкой обозначил. Ну и приравнивая одно другому, мы видим, что v со звездочкой равно v. С какой скоростью воздух издалека налетал на стенку, с такой скоростью он и должен вытекать через это отверстие. Никакого избытка здесь нет. А почему люди говорят, что кажется, что эта скорость больше? Ну понятное дело, если они стоят где-нибудь вот здесь, вблизи стены, то здесь течения воздуха почти нет, он остановился, тем более за стеной. И вот из этой спокойной зоны надо пройти через арку. Бах, а там ветер дует и довольно сильный. Откуда он взялся? Ну ощущение, что он очень большой. Понятное дело. Но теория говорит, что он не больше по скорости, чем тот воздушный поток, который налетал здесь издалека. Возможно, кстати, он более плавный. Если здесь имеются какие-то порывы, то давление в целом над стеной, оно как бы демпфирует эти порывы и струя здесь течет уже более однородная и постоянная. И по такому случаю я приступаю к эксперименту. Здесь у меня установлена труба воздуходувки. Ну, конечно, она не дает ламинарного и широкого воздушного потока. Поток будет турбулентный, но он расходится в этой области где-то сантиметров на 15 в диаметре. Здесь у меня стоит трубка ПИТО для измерения скорости этого потока. Ну, давайте приступим к опыту. Я запускаю датчик и включаю воздуходувку. Вот это дергание показаний происходило из-за того, что поток турбулентный. Ну, скорость где-то в районе 6 метров в секунду. А теперь ключевой опыт. Я беру вот такую стенку, надеваю ее и вот у меня получилась стена дома и арка в этой стене. Включаю систему снова. И вижу, что скорость потока в этой арке была практически такой же, может быть, чуть-чуть больше, 6,5 метров в секунду. А теперь, решающий опыт, мы поставим на пути воздушного потока вот эту воронку. Включаю еще раз. И вижу, что скорость подросла почти до 8 метров в секунду. И тут некоторые скажут, ну да, конфузор действует. Но погодите, ведь конфузор у меня перехватывал воздушный поток вот здесь, а не здесь. А поток расширялся. И чтобы сделать опыт правильно, мне нужно все отодвинуть на длину конфузора и включить воздуходовку снова. И мы видим всю ту же скорость в 6,5 метров в секунду. Так что опыт подтвердил мои предположения. Ни воронка, ни стенка не делают поток в этой арке или подворотне более быстрым, чем он был при набегающем ветре без всяких ограничителей. И вот я думаю, что с аркой в стене и заблуждениями насчет нее мы окончательно разобрались. Но там же в комментариях люди еще писали про диффузор, который расширяется по потоку воздуха. Ну и действительно даже простое моделирование в программе Vizimac показывает, что на входе в диффузор давление падает, а поэтому скорость возрастает. Хотя на выходе наоборот давление возрастает при расширении, а скорость падает, что понятно. Ну и поскольку у нас есть установка, то можно посмотреть и на изменение скорости в этой ситуации, правда? Итак, я включаю запись, запускаю воздуходувку. И наблюдаю скорость воздушного потока в районе 6,5 метров в секунду. А теперь мы сделаем то же самое с диффузором, поставив его по центру. Возвращение в районе 6,5 метров в секунду. Немножечко быстрее. От 6,5 поднялся, ну я бы даже не сказал, что до 7,5, ближе к 7 метров в секунду. Но никакого великого выигрыша, на который так рассчитывали некоторые люди, мы здесь тоже не обнаружили. И еще, ведь экспериментировали мы с пустым диффузором, а в конструкции хотелось поставить в таком диффузоре ветряк, чтобы он отнимал у воздуха энергию. А раз он отнимает энергию, скорость за ветряком, сразу же за ним, должна быть больше, чем скорость воздуха набегающего на него. И здесь перед ветряком возникнет зона повышенного давления, он будет тормозить воздух, сопротивляться ему. А это значит, что линии тока будут не сходиться к диффузору, а наоборот расходиться перед ним. Воздух будет растекаться, расширяться. И совсем ниоткуда не следует, что в такой конструкции диффузор добавит эффективности ветряку. И здесь я хочу поставить точку и сказать, что вот те заблуждения, которые мы рассмотрели, они чем-то напоминают мне ситуацию, когда люди когда-то до Коперника считали, что Солнце вращается вокруг Земли. Да еще и ссылались при этом на авторитет Аристотеля. Ну и в истории физики и инженерии вообще очень много таких ситуаций, связанных с разными заблуждениями. И я хочу сказать, что физический, научный способ рассматривать природу, он является большим подспорьем при анализе таких ситуаций. И наш канал, он для того и предназначен, чтобы настаивать на том, что физика не просто является отвлеченной наукой, но помогает нам рассуждать и в разнообразных практических ситуациях. Ваши замечания, как всегда, можете писать в комментариях под этим роликом. И спасибо вам большое за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!